Добрый вечер! Сегодня пятница, а значит на канале Н4 ток-шоу «Без галстуков» с Александром Стахурским. Здесь мы оставляем за дверью формальности и расстегиваем жесткий воротник общественно-политических дискуссий. Начался летний сезон с его новыми открытиями. Многие поедут на море и многих очень манит море именно, как сказать правильно, подводный его мир с его обитателями. Сегодня мы говорим о дайвинге «Мир под водой». И в гостях у меня дайвер-любитель, предприниматель Дмитрий Алдошин. Добрый вечер! Добрый вечер! Дмитрий, тема на самом деле для многих интересная. Я уверен, что каждый год, когда начинается лето, но обычно это стандартный такой, наверное, подход, люди, посещая какие-то курорты, все-таки хотят себя попробовать именно вот в погружении с аквалангами. Я специально пригласил вас именно любителя, а не профессионалов, потому что, чтобы вы были, условно говоря, понятны больше аудитории. Потому что в любой сфере, когда разговариваешь с человеком, который этим занимается профессионально, все на это смотрят совсем по-другому. Вот у меня для вас первый простой вопрос. Вот почему вы решили заняться дайвингом? Ну, это, наверное, такое, как у всех. Всегда есть какие-то друзья, которые тебя подтолкнут к какому-то занятию. Так получилось, что у меня есть два моих друга, которые занимались уже до этого дайвингом. И с очередной встречей в кафе на чашке кофе они сказали, а давай попробуем, поехали с нами на дайвинг. Поплаваешь, это классно, интересно, и тебе понравится. А у меня такая, она и была, и до сих пор осталась фобия, вот, акулы, глубины. И я им сразу так смело отказал. Ну, они, каким-то образом, я даже не могу сформулировать, но они меня уговорили. То есть они как-то там еще раз потом мне предложили, показали какие-то видео, фотографии, это классно. Плюс эта атмосфера, другие люди едут по интересам. И я согласился поехать с ними на первое вот это путешествие, прошел курсы, получил свой сертификат, и вот так вот я начал. То есть, в принципе, через друзей, которые этим увлекались, занимались, и меня на это подсадили. Скажите, но вы сказали, что у вас была, ну, условно говоря, фобия в отношении акул. Но вы же до этого никогда, значит, в мир подводный не опускались, вы никогда не видели ничего подобного. Это фильмы? Да, как и у всех, мы в детстве смотрели какие-то челюсти, какие-то видео про акул, когда акулы там. И посмотрев эти все фильмы, конечно, у тебя создается впечатление, что под водой все очень страшно. Там плавают большие акулы, которые тебя всегда хотят съесть. Ну, и вот так это как-то, наверное, с детства, это фобия, она была. И я до сегодняшнего дня, я вот такой маленький лайф-секрет открою, что до сегодняшнего дня даже в Черном море, если там, хорошо, не в Черном, в любом море, где, в принципе, нету опасных акул, я не заплываю дальше бойков. То есть, по поверхности моря я до сих пор, когда не чувствую глубины, не вижу, что под водой, у меня есть какой-то легкий страх. Но как только я погружаюсь, он сразу пропадает. А сколько вы уже занимаетесь дайвингом? 12 лет. О, это уже серьезный, как говорится, срок для такого мероприятия. А как часто погружаетесь? Стараемся два раза в год выезжать. То есть, у нас есть ассоциация, которая организовывает наши все путешествия и дайвинг. И это минимум раз-два раза в год. То есть, их больше, их около четырех в год, но я стараюсь два раза в год с ними ездить. Как минимум, да? Да, как минимум. Скажите, а вот ваше первое погружение, вы наверняка помните, где оно произошло? Оно произошло в Крыму, в Балаклаве. Да. И люди не знают, что вот эта знаменитая маска, которую носит спецназ, называется «Балаклава». Балаклава, да. Да, именно потому что, если я не ошибаюсь, по-моему, французы ее начали использовать из-за сильного ветра. Значит, вот так вот одевать такую маску еще в те времена, когда была Крымская война. Кажется, вот если я не ошибаюсь. Да, и от этого места произошло название «Балаклава». Вот, так вот мы туда, я вот здесь прошел курсы, нырнул в бассейне. Для того, чтобы получить сертификат международный для погружения во всех странах, во всех дайв-центрах, то есть пластиковая карточка, как права на машину, ты должен нырнуть в открытой воде. Это обязательное условие. То есть, это последний, как экзамен, открытая вода. И для того, чтобы нырнуть в открытой воде, это ближайшее, что было, это либо Египет, либо Крым. В то время, в 2011 году. Крым для меня как-то был ближе, интереснее. И мы еще тогда с друзьями-байкерами поехали на мотоциклах в Крым. И я вот совместил и поездку, и ныряние. И вот первое мое погружение, это было, конечно, после такой интересной ночи в Крыму. Мы только приехали, веселились. И утром я опоздал на корабль, приехал в Балаклаву, какую-то лодку нашел, давай догонять корабль. Догнал корабль. Там мне дали еще, как сегодня помню, мне дали в БАДИ. То есть у нас всегда есть БАДИ, когда мы ныряем, всегда по двое. То есть их может быть 10 человек, но у тебя... Это БАДИ? БАДИ — это твой партнер под водой, который за тобой следит. Я попозже расскажу. И мне в БАДИ дали такую бабушку лет 60-70. Под 70, да? Да, такую вот прямо живую, сухую, очень активную бабушку. Мне ее дали в БАДИ и сказали, вот ты будешь с ней нырять под водой. А у меня опыта ноль. Вот прям ноль. Я только теорию прочитал. Когда вы увидели бабушку, какова была реакция? Ну, я как-то не обратил на это внимания. Ну, бабушка и бабушка. Ну, мы же погружаемся, просто рядом должны плыть вместе и выполнять какие-то условия. И вот мы погрузились, эта бабушка, помню, что я как первый раз всегда куда-то спешил. Там, за какой-то рыбкой погнаться, что-то там увидел. Эта бабушка постоянно меня под водой за ласту отдергала. Типа, успокойся, стой, не спеши, надо дышать спокойно. Вот, и вот первое мое погружение было в Балаклаве. И, конечно, ничего я не понял, ничего я не увидел толкового. Вышел, выдышал весь воздух и понял, что это было вообще. Не понял даже, что это было. Вот такие вот у меня были два погружения. Но в итоге все параметры, которые нужно было, я выполнил. И мне дали карточку, сертификат. Но мы потом попозже поговорим, наверное, в следующей части программы. А вообще для наших молдавских зрителей, именно каким образом происходит сертификация, каким образом это все получить. Но то есть фактически у вас не было таких каких-то впечатлений, да? То есть у вас и страха не было, и не было впечатлений, вы просто даже не поняли, как это было. Да, это все было очень быстро, эмоционально, непонятно. А сколько по времени вот это было первое погружение, которое необходимо? 30-35 минут. Нет, оно было небольшое. Есть такой стандарт, да, определенный? Все зависит, как дышит вся, весь, вся группа, да, и особенно твой бадди. То есть если все выдышали, выдых, выдых, да, весь воздух, израсходовали воздух, то, в принципе, поднимается либо ты с бадди, либо уже вся группа, это решает инструктор. Он уже смотрит по времени. В принципе, можно и полтора часа плавать под водой, а можно и всего лишь 25 минут, и у тебя воздух заканчивается. На полтора часа хватает воздуха в баллонах? Все зависит. Температура воды, как дышишь, опыт, насколько ты спокойно под водой плывешь. Там очень много показателей. А, то есть если человек волнуется, и дыхание у него более частое, он быстрее расходует... Он быстрее расходует воздух, он быстрее выдыхает. Если он спокойно плывет, вода теплая, ему комфорт, потому что в холодной воде все равно, хочешь, не хочешь, по-другому работает. Да, то есть в теплой воде ты час 30 можно, час 20 можно плавать, да, на одном баллоне, без проблем. А погружение какое было, вот это первое? На какую глубину? Я не помню, честно. Это было настолько все эмоционально. Ну, в принципе, Черное море, оно... Нет, они были до 15, это же первый. Они глубоко, когда ты новичок, когда ты сдаешь на сертификат, тебе глубоко. От 10 до 15 метров это максимальная глубина, на которую могли нас отпустить тогда. У нас был такой фановый. Больше для того, чтобы... Хорошо, а тогда скажите, вот когда все-таки пришли первые эмоции, когда вы почувствовали себя вот в этой стихии? Это же процесс определенный, да? То есть ты... Это как вот говорят, я не знаю, корректно ли сравнение, люди прыгают с парашюта первый раз. Да. Страх непонятно, особенно если прыгают с инструктором, бывают вот это вот, знаете, в паре. Да. Значит, он тебе... Вот это тоже бадди такой, на основе которого все это происходит. А дальше уже начинается страх потом, когда они в следующие разы прыгают. То есть говорят, первый прыжок, он больше на эйфории какой-то срабатывает. Здесь можно как-то провести параллель той же? В принципе, очень похоже. Я... Хотя я не прыгал с парашюта, но вот буквально мы вчера разговаривали с моим другом, он прыгает с парашюта, и он говорит, что разница небольшая. То есть тоже первые погружения, они у тебя в таком непонимании, в эйфории какой-то. То есть ты погружаешься, ты выполняешь какие-то показатели по глубине, по воздуху, ты следишь, то есть нету какого-то в этом кайфа. Да, потому что ты еще не расслаблен, ты находишься в своей среде. Ты ничего не понимаешь, у тебя еще и страхи следить за воздухом, следить за временем, за глубиной у тебя много показателей. Но, в принципе, наверное, от пятого до десятого погружения это все проходит, ты уже понимаешь принцип, как нырять под водой, зачем нужно следить, ты уже успокаиваешься, у тебя нет вот этих вот быстрых движений, и начинаешь уже замечать рыбок по сторонам, потому что первых пять погружений ты не видишь рыбок особо. Тебе потом рассказывают твои коллеги, которые с собой под водой, ты видел там группер большой, или ты видел там Мурье, она не видела, где это все было. Ну вот там он тебе объясняет, а ты не видел ничего, потому что у тебя, ну вот так все, тут у тебя показывают показатели на часах, на компьютере, здесь ты смотришь за воздухом, на другом датчике. То есть первое время, это больше, наверное, про то, чтобы все выполнить правильно. Как минимум, до пяти погружений точно, вот и в таком чуть-чуть, стрессовом. Но оно тоже такое, его нельзя назвать стрессом. Это приятное ощущение. Просто ты не замечаешь вокруг себя ничего. Ты следишь больше за собой. Ну это нормально, пока ты не войдешь в тот режим, когда ты все контролируешь, это у тебя происходит уже, наверное, на каком-то автоматическом уровне. То есть это, вот как мы говорили, автомобиль, да? Да. То же самое. Новичок-водитель, он мало чего видит, кроме дороги. Вроде он едет, вроде он все соблюдает, но в то же время он не может отвлечься на разговор, на какие-то там другие вещи. Там нормально послушать музыку в машине, он просто сконцентрирован на своем. Вот так же и мы. Сейчас мы плывем, мы не смотрим ни на воздух, ни на время, ни на глубину. Мы уже это чувствуем, в принципе, мы знаем примерно по времени. Мы можем за весь дайвинг, за этот час, наверное, даже не посмотреть на воздух. Потому что, ну ты знаешь, что ты уже дышишь спокойно, тебе на час-полтора хватает воздуха, и ты... А кто вам скажет, что пора подниматься? То есть, если вы не посмотрели на сколько осталось воздуха, кто это делает? А это делает инструктор. Всегда ныряют с нами инструктора, местные инструктора, либо обычно это даже два инструктора. Это местный инструктор и наш инструктор, который с нами летит. И местный инструктор определяет, что вот он... У них есть план. Они всегда перед каждым дайв-погрушением, они делают нам брифинг, где рассказывают, где мы погружаемся, на какую глубину мы погружаемся, что мы увидим, будет течение, не будет течения, сколько по времени будет длиться наш дайвинг. То есть, у нас есть четкий план, куда мы плывем, что мы делаем, куда мы смотрим и сколько времени. И за этим следит инструктор. И когда время просто подходит приблизительно к концу, то он тоже не прямо минута в минуту. Если ни у кого не закончился воздух до этого, то есть все прошло по плану, то он же показывает всем жестом наверх всплывать. И мы всплываем все по чуть-чуть по правилам с остановками безопасности. Так это происходит. А какое самое запоминающееся из ваших погружений вообще было? Мы так, может быть, с самого начала программы начинаем говорить, но об этом, может быть, привлечем этим аудиторию. Запоминающееся, наверное, было... На самом деле их много, потому что в последнее время мы выбираем такие места, где очень много интересного всего мы видим, крупного видим, тех же акул. Но, наверное, запоминающееся, это была моя первая большая поездка на Галапагосские острова. У меня опыта было семь погружений. А эти места, скажем так, туда в основном едут опытные дайверы, потому что там холодная вода, там сильные течения, там крупная рыба. Ну, то есть там много факторов таких, которые... Факторы риска, да? Факторы, они не риска, где ты должен хорошо все уметь, чтобы комфортно находиться в тех условиях. И вот, наверное, такие эмоции у меня там первые были, когда я там все это не понимал, вода, замерзал прям, дрожал под водой, всплывал воздух в эти крупные акулы. То есть вот такое прям помню, как до сегодняшнего дня. То есть я... Но несмотря на это я вышел, мне так все понравилось. Я такой был счастливый, доволен, что я там все увидел. Но вы не рисковали то, что вы достаточно неопытный на тот момент дайвер, попробовали себя вот... Был прикреплен за мной боди-инструктор, который следил за мной. То есть боди-дайвер, который опытный был, да? То есть они знали, что вот я неопытный, меня надо периодически спрашивать, сколько времени, сколько глубина у тебя, сколько воздуха осталось. То есть за мной следили, скажем так. Это нормальная практика. Бывает такое, что к опытному дайверу могут приставить. Либо инструктор сам берет неопытных дайверов, и он плывет рядом с ними, всегда за ними контролирует ситуацию, следить за их воздухом, за процессом, как они плавают. Хорошо, нехорошо. Потому что под водой мы всегда общаемся. Есть жесты у дайверов свои, которые там показывают. Проблема, нет воздуха или что-то еще такое. Или там сколько воздуха показывают на пальцах. Не так все страшно. Но вот это запомнилось очень сильно, потому что в такие места не попадают люди. Мне повезло, ехала группа людей, мои друзья ехали, и они просто меня так зацепили с собой, сказали, будет классно, поехали. Я говорю, я же не готов еще. Ну, то есть там будет прям... Они говорят, все нормально, мы будем с тобой рядом. Не переживай. И они так и плыли со мной рядом, они помогали, очень сильно помогали, контролировали мое. Обычно группа сколько на погружение идет? Вот есть же групповые погружения. Сколько человек? Вообще мы собираем от 10, наверное, до 28 человек собирается команда, когда летит куда-то в какую-то другую страну на корабле. И чаще всего это сафари. Это из Молдовы. Да, это из Молдовы. Бывает, что мы прилетаем, берем там всего лишь пол корабля, а остальные пол корабля заняты какими-то иностранцами другими. Тоже интересно с ребятами пообщаться. Но из Молдовы, да, это вот 12-26, пускай будет так, да, вот такая команда. В зависимости от корабля. То есть, когда наша ассоциация бронирует корабль, она смотрит, там есть 12 кают по 2 человека. Соответственно, 24 человека могут поместиться. Они дают в общую группу клич о том, что вот есть такой вот сафари, и мы уже кто... Это вот это вот мероприятие называется сафари. Да, когда ты на корабле проводишь неделю, да, вот ты прилетаешь в аэропорт, с аэропорта тебя сразу забирают на корабль, корабль отплывает в открытый океан либо в открытое море, в зависимости, где ныряем. И всю неделю он плавает вокруг дайв-сайтов, и ты ныряешь каждый день по 3-4 раза. Минимум 3 раза, максимум 4, можно, наверное, и 5, бывало. И вот это называется дайв-сафари, когда ты с корабля не выходишь. У тебя с утра до вечера погружение. То есть ты просыпаешься в зависимости от страны от 5 до 6 утра, иногда в 7, потому что самые классные и самые интересные погружения — это утренние погружения, ранние, когда рыба только просыпается. Самые экстремальные, самые эффектные — это ночные, когда она охотится. Это вообще такие уникальные погружения, когда ночью ты с фонариком в полной темноте плывешь и наблюдаешь, как охотится подводный мир. И интересно, и страшно. Но каждый выбирает, нас никто не заставляет, мы выбираем сами, кто хочет и не хочет. Вот поэтому вот эта вот вся процедура, вот этот вот, называется сафари, когда мы неделю живем и ныряем. Скажите, пожалуйста, а вот эта группа, вы сказали, ну, 25-28 человек, это что, одновременно все погружаются, либо это делится каким-то образом? Делится, разбивается на 3-4 группы в зависимости. 3-4, то есть в принципе это по сколько? По 5-6 человек, наверное, там по 7, да. По 6-8, это решают инструктора на корабле, они уже сами берут. Они могут разделить на 2 группы по 8 человек, если это там 16 человек, или на 3 группы по 8 человек. То есть это решается на корабле инструктора. Из каждой группы ныряют один-два инструктора. А индивидуальные от групповых сильно отличаются? Есть вообще индивидуальные погружения? Это когда ты берешь себе, покупаешь индивидуальный тур, прилетаешь в какую-то страну, приходишь в дайв-центр и говоришь, я хочу погрузиться. Тебе дают карту дайв-сайтов, и ты там выбираешь, где ты хочешь погрузиться. И ты с инструктором. Вот у меня здесь уточнение. Всегда должен присутствовать инструктор. Да. То есть человек не может взять себе, приобрести акваланг, быть опытным, допустим, или не очень опытным дайвером. Может быть. Может. Взять, приехать, куда-то начать. Может. Но он отвечает полностью за себя сам. И обычно, если он приезжает, он не знает места. То есть чем хороши дайв-центры? Ну, допустим, он изучил эти места. Может, конечно, может. Без проблем. Это разрешается? По сертификации соло-дайвинг, насколько я помню, не разрешается. Вот в определенных местах, где дайв-центры находятся. Я знаю, что нельзя. А, то есть я правильно понимаю, что человек, получивший вот этот международный, наверное, сертификат дайвинга, то есть он имеет право вот этих погружений, он обязан соответствовать неким правилам. Да. И если он хочет куда-то приехать, соответственно, он должен в этой стране соответствовать вот этим требованиям, где он имеет право погружаться. Потому что, например, если он захочет просто так где-то прогуляться, может быть, там, я не знаю, там, военные объекты какие-то, может быть, научно-исследовательские, может быть, там риски какие-то там такие, где он только нырнул и уже не вынырнул. То есть, соответственно, необходимы вот некие такие гарантии, назовем их, в лице вот этих вот специальных организаций, вот этих вот точек дайв-центров. А дайв-центров, да? Да. В принципе, ты можешь нырять сам, но несешь полностью ответственность за себя уже. Почему мы ныряем в баде? Потому что в баде, если не дай бог, там, у тебя что-то случилось с оборудованием, закончился воздух, ты всегда для этого и нужен баде. Ты всегда подплываешь к баде, у него есть запасной октопус, ты его забираешь, и он даже об этом может и не знать, и не видеть. Октопус — это что? Это вот эта такая штучка круглая, которую дайверы берут в рот. Ага, ага. То есть это для того, чтобы, если у тебя закончился воздух? Да, у нас есть наш основной, и у всех обязательно, это опять же правило, есть рядом желтого цвета, яркий запасной парашют для тех, у кого закончился, либо у тебя что-то произошло не то с ним, заклинило, ну, всякое, это оборудование, всякое бывает, оно может, если его не обслуживать, если за ним не слить, оно может ломаться. Ну вот про оборудование мы поговорим во второй части нашей программы. А вот сейчас я хотел еще уточнить, если группа, как бы это так сказать, не соблюдает какие-то правила. Вот такое бывает? Вот, например, кто-то вот в группе при погружении не идет вот по требованиям инструктора, что тогда происходит? Такое бывает? Бывает, конечно, бывает. Бывает, но нету каких-то полицейских под водой, да, то есть есть инструктор, который, ну, в крайнем случае, наверное, если прям совсем какие-то нарушения, ну, я не встречал и не слышал такого, там, могут у тебя, инструктор может у тебя отобрать сертификат, ну, наверное, в таких прям крайних случаях, но опять же я не встречал. Но под водой мы все отвечаем, каждый за себя. То есть инструктор, если видит, он подплывет и тебе скажет, что так нельзя делать, там, нельзя трогать эту рыбу, она там ядовитая, не плыви в ту сторону один, потому что потеряешься. Но это максимум, что он может сделать. То есть ты сам, для этого ты издаешь этот сертификат, учишь все эти правила, соблюдаешь их под водой, это и есть вот эта точка безопасности твоя, которая под водой зависит только от тебя. Это как, буквально, моя сейчас опять аналогия, правила подводного движения. Ну, да. Таким вот образом ты должен двигаться по дороге, где знаки и все, что остальное. Соблюдать правила, да. Правила сертификации и правила подводного мира. Хорошо. А вот я еще хотел уточнить. По поводу сертификатов. Они вообще существуют одного стандарта, либо его можно каким-то образом потом, ну, я не знаю, повышать квалификацию. То есть есть такой, как вот, например, опять же, автомобильные права, там, категория B, C, D, там. Есть. Есть две организации, ПАДИ и КМАС. Это мировые такие организации, которые выдают сертификаты. И у каждой из этих организаций есть, там, Open Water, то есть это самое первое. Потом Advanced, то есть это вторая. И каждый сертификат, ты проходишь новые курсы, и у тебя появляются какие-то новые возможности по глубине, там, по времени. Потом есть сертификат Nitrox, который тебе разрешает дышать этой смесью. То есть сертификатов я знаю около пяти, ну, возможно, их и больше даже. То есть у меня два. У меня первый и второй. Этого хватает, чтобы нырять везде по всему миру в любом дайв-центре. Это такая база. Кому нужно больше, там есть уже и больше. И медицинские сертификаты, которые как спасать людей под водой. Ну, это уже есть и технический дайвинг, где ты уже погружаешься на глубины, там, до 100 метров, которые варят скважины. То есть там совсем другая сертификация, там другие правила. Это уже не дайвинг, это уже… Это уже профессиональная работа. Это совсем другое, там другие сертификаты, другие требования, там все другое. Ну, вот про оборудование, как я сказал, мы поговорим во второй части программы. А сейчас у нас рекламная пауза. Не переключайтесь, мы только начинаем. Мы вернулись после рекламной паузы в студию. Напомню, что на канале Н4 вы смотрите программу «Без галстуков» с Александром Сахурским. Сегодня мы говорим о дайвинге. Мир под водой. И в гостях у меня предприниматель, я могу только сказать, что вы по своей сфере деятельности ресторатор, Дмитрий Алдошин. Дмитрий, вот как мы до рекламной паузы говорили, что сейчас я хочу, чтобы вы рассказали как раз про оборудование. Это тема для тех, кто решит, возможно, заняться дайвингом. Я уверен, что часть нашей аудитории этим в любом случае заинтересуется. Скажите, пожалуйста, вот оборудование. Вот многие наверняка считают, вот я с другого немножко зайду. Многие считают, что для того, чтобы заняться дайвингом, достаточно приехать на какой-то курорт, увидеть на пляже человека, у которого написано там, значит, погружение, группу набираю. Они к нему могут подойти там где-нибудь, я не знаю, в Турции или в Египте. И он скажет, все будет нормально, окей, мы сейчас пройдем, возьмем акваланг и будем погружаться, и ничего больше не надо. Это так? К сожалению, это так. Это так все-таки? Многие так поступают? Многие так поступают. А это нормально? Ну, смотрите, с моей точки зрения, да, и с точки зрения людей, которые занимаются дайвингом, да, любительским, правильным, неважно. Это неправильно. Потому что в Турции, в Египте, в любом отеле, любой дайв-центр, он про то, чтобы заработать деньги. И цель его не то, чтобы ты получил эмоции и остался, да, вот в дайвинге, тебе понравилось, ты дальше продолжал заниматься. А цель в том, чтобы ты погрузился, увидел, что увидел, денежку заплатил и уехал. То есть чаще всего, почему это не очень правильно, чаще всего у людей вырабатываются страхи. Они после этого говорят, что дайвинг точно не мое, и перестают вообще даже интересоваться этим. Чему? Объясняю. То есть очень много примеров даже у друзей есть. Ты прилетаешь, тебе заходишь в дайв-центр, оплачиваешь, тебе говорят буквально там 10 минут, тебе говорят, что вот это, здесь дышать, здесь нажимать кнопку погружаться, погружаемся вместе, все. Ты получил какую-то информацию, не переварил ее, скорее всего, до конца, не понимаешь, по крайней мере, как с ней правильно взаимодействовать. Вы выплываете, тебе погружает этот инструктор, ты начинаешь дышать, у тебя, соответственно, это нормально, не получается. Глубина чаще всего давит на уши, тебе не научили, как правильно продуваться, даже если объяснили, то это, наверное, время, тому надо учиться, это надо пробовать много раз, чтобы твои уши не болели. То есть у тебя начинают болеть уши, ты начинаешь, где-то у тебя попадает под маску вода, ты начинаешь плохо видеть, да, у тебя начинается какая-то паника, он тебе показывает в это время на рыбку, ты смотришь на рыбку, у тебя вот эта рыбка не нужна. То есть это очень частый пример вот в таких, в отельном дайвинге, да, где инструктору нужно просто сделать свою работу. Вот, поэтому я считаю, что таким образом на дайвинг лучше не идти, ну, не заниматься таким вот, вот таким. Есть специальные отведенные, есть специальные организации, которые занимаются обучением, где цель людей приобщить тебя к дайвингу, показать, что это безопасно, что это комфортно и еще оказывается классно, интересно, это легко, это удовольствие огромное. И вот они тебе постепенно показывают, ты ныряешь в бассейне, там, три дня, по-моему, если я не ошибаюсь, три дня они ныряют в бассейне по два раза, то есть ты по чуть-чуть в бассейне привыкаешь, как давление давит на твои уши, как продавать уши, чтобы они не болели, как сделать так, чтобы маска прилегала, не попадала туда даже вода. То есть все вот эти ошибки, проблемы, которые ты чаще всего в отеле получаешь, они проходятся в бассейне. Плюс теория, которая тебе объясняет, как надо сделать, если вдруг у тебя произошла какая-то ситуация. Маска запотела, да, то есть тебя учат, как снять маску, как из нее воду вылить. Ну, инструктор в Египте под водой не будет тебе это объяснять и показывать долго. Ну, ты выныриваешь, у тебя начинают болеть уши, потому что ты вынырнул с какой-то глубины небольшой. То есть это неправильно. Это достаточно такой экстремальный вид отдыха, и он требует серьезной подготовки. Экстремальный, значит, существуют риски. Да, есть риски, значит, нужна подготовка, надо к этому серьезно подготовиться. Если ты серьезно к этому подготовился, ты ныряешь в удовольствие, ты все понимаешь, ты уже смотришь по сторонам. Потому что чаще всего приезжают знакомые, говорят, я была в Египте, я говорю, пошла на дайвинг, что видела? Видела желтую рыбку. Я говорю, здорово, что еще? Он говорит, больше на дайвинг не пойду, уши болели, глаза пекли от соленой воды, ну вот так вот. Ну, здесь получается, как мы в первой части программы говорили про аналогию с водительским удостоверением, это когда во дворе кто-то посадил за руль человека, сказал, вот здесь газ, здесь тормоз. Едь. Он, да, вперед, он до ближайшего гаража там доехал, или по трассе, кстати, много случаев, когда серьезные ДТП происходят. Это очень неопытно, или вообще без прав молодежь особенно, значит, особенно если машина очень приемистая, если скорость у нее большая, то есть он не умея в этих экстремальных ситуациях себя вести, как вот у меня был как-то в одной из программ Александр Стратан по антиаварийному вождению, инструктор, вот он как раз рассказывал. По экстремальному вождению. Нет, вот антиаварийному. Антиаварийному. Да, у нас есть, правильно считается, вот он объяснял, не экстремальному, а антиаварийному вождению. И в принципе он приводил аналогию, что то, что мы все сдаем на права удостоверения, да, это все неправильный принцип подхода к тому, что необходимо, потому что ты можешь, условно говоря, ездить, но когда возникает какая-то вот именно эта экстремальная ситуация, нестандартная, когда просто дорога ушла в сторону, либо кто-то тебя там подрезал, или там гололед, занос, там все что угодно, люди не знают, потому что на курсах, вот аналогия, как вот где-нибудь на Красном море, в Египте там или где-то еще, значит, обучают инструктору, надо заработать денег, фигурально, да, вот, и он, а есть специальная подготовка, которая необходима, даже, вот, если я не ошибаюсь, он рассказывал, что в Германии, если человек приобретает машину, которая уже параметры спортивные, там, объем двигателя больше пяти, там, по-моему, там, BMW спортивные, там, Mercedes, эти все, то ты не купишь ее в салоне до тех пор, пока ты не пройдешь специальные курсы для того, чтобы управлять автомобилями спортивного типа. Ну, вот, как вы видите, все аналогия, все упирается, в принципе, в главный принцип, которым я хотел бы нашим зрителям сказать, что главный принцип всех экстремальных вещей – это добиться того, чтобы вы себя чувствовали комфортно и безопасно, потому что экстремальная ситуация – это всегда опасность для вашего здоровья и для вашей жизни. Совершенно верно, это как на лыжи, люди едут в зиму в горы на лыжи, они же берут инструктора, они обучаются, как правильно. Есть, конечно, которые сами становятся на лыжи и на своих ошибках. Ну, я надеюсь, что я приглашу в передачу и людей, которые становятся, как говорится, на лыжи, потому что это тоже отдельный, очень экстремальный вид спорта, многие туда приезжают, я знаю, среди моих знакомых есть, значит, в гипсе, это хорошо, что еще в гипсе, потому что бывают, что и летальные исходы. Скажите, пожалуйста, вот какие минимальные требования для здоровья, чтобы заниматься дайвингом? Они же существуют? Они существуют, но, в принципе, нету, опять же, каких-то показателей, то есть, ну, наверное, если, опять же, если у тебя астма, то, да, дайвинг не подойдет, потому что ты должен дышать ровно, у тебя не должно быть каких-то проблем с дыханием, там, болезни с легкими, но нету критериев, вот там, ты себя хорошо чувствуешь в этот момент, у тебя все нормально, ты считаешь, что ты можешь погружаться, пожалуйста. Мы не сдаем никаких анализов, там. Не сдаёте, да? Не-не-не, мы не сдаем никаких анализов, это, опять же, ты сам за себя решаешь. То есть, в принципе, наверное, если порекомендовать нашим зрителям, если вы хотите заняться дайвингом, просто пойти к своему семейному врачу и сказать ему, вот я решился попробовать, и в зависимости от того, какое, ну, он всё равно ведёт эту медицинскую карту, он может сказать, рекомендую без проблем, либо вот лучше не делать этого, потому что, в принципе, наверное, существуют вот эти, ну, как, про автомобиль. Врачи не знают про дайвинг, поэтому я даже не знаю, что они могут порекомендовать вам. Ну, врачи, наверное, знают про давление, они, наверное, знают, как вы сказали, про астму, про какие-то вещи, потому что всё равно это давление. Кстати, вот по поводу давления, мы немножко отойдём в сторону. При погружении человек же испытывает давление, чем глубже он погружается, тем, значит, вот эти тонны воды, так сказать, на него давят. Это же влияет на его состояние, то есть, вот, короче говоря, давление на уши, там, короче говоря, внутричерепное давление может, если у человека какие-то проблемы. То есть, наверное, это всё... Это давление мы не ощущаем под водой абсолютно, никак не ощущаем. То есть, только уши у нас, да, есть пазухи ушные, мы их продуваем. И под маской, если мы не дуем носом, да, то есть, маска очень сильно давит на лицо. То есть, опять же, базовый, который объясняется на курсах, да, как надо сделать, чтобы давление на тебя, ты не ощущал это давление. Но, в принципе, ты не ощущаешь. Организм работает по-другому, конечно, там совсем другие давления. Но под водой ты себя ощущаешь точно так же, как и на поверхности. Нету каких-то постоянных ощущений дискомфорта, ничего такого не происходит. Ты плывёшь полностью в комфорте, у тебя всё хорошо. Плюс ты... из-за чего ещё давингом люди занимаются? Потому что невесовость можно почувствовать либо в космосе, либо под водой. Ага. То есть, вот эта вот нейтральная плавучесть, когда люди её понимают. Ну, даже космонавты специально погружения, у них специально такие камеры. Камеры, да. Когда на тебя не действуют, грубо говоря, ты не чувствуешь, что на тебя действовала какая-то сила, да. Просто завис, и ты не погружаешься и не всплываешь ровно. И вот это очень интересное ощущение, когда ты вот в таком состоянии, и на тебя ничего не действует. Супер. Для этого и погружаются ещё некоторые дайверы, чтобы вот зависнуть и посидеть в таком вот. И не тонешь, не всплываешь. Очень интересно. Ну, про здоровье мы поговорили. Вот скажите, про возрастные показатели. Например, в каком возрасте можно уже заниматься? Потому что, может быть, подростки хотят, там, папу с мамой просят. Да. Есть сертификаты junior, по-моему, они с 14 лет. Опять же, есть две организации, у них разные показатели по возрасту. Одно из 14, у другой, я не скажу вам точно, может, с 12, а может, тоже с 14. Это такие вот, где у них ограничения по глубине, по воздуху, там свои правила есть. Он такой более лёгкий дайвинг. А по возрасту, по верх, нет ограничений. Мы встречали бабушку в 74 года. Она, там, у неё там тысяча погружений, наверное, за тысячу погружений. Она в 74 года. Да, ей помогают инструктора одеть баллон, дойти до... Ну, то есть, тяжёлая оборудование, конечно, ей тяжело. Она ещё такая сухая бабушка, но молодец. Но под водой она плывёт, как и все молодые, одинаково. Нету, рай, даже лучше. Даже лучше. Так же самое есть люди, комплекции очень-очень большой. Есть очень, ну, как бы, есть обычные комплекции. Нету, под водой на тебя ничего не действует. Ты просто, вот, ты не ощущаешь разницы между ходить по суше, да, вот, на стое, и под водой, если всё правильно. Поэтому нет, только минимальное, 12 лет. А скажите, а вот есть какие-то определённые требования сезонности? Ну, например, для дайвингов, по всей вероятности, я предполагаю, что нету, да, то есть сезоны. Сезоны есть. Есть сезоны, допустим, сезоны по рыбе, по акулам, по китам, да, вот, есть места, где в сезонность китов, да, они приплывают туда для того, чтобы размножаться. И это называется сезонность, да, и вот дайверы стараются попасть в это место, в этот определённый сезон, чтобы поплавать с китами, понаблюдать за ними. Также есть сезонность... А, то есть здесь не запрет туда, а наоборот? Да, наоборот. То есть есть возможность, то есть в этом месте этих китов увидеть и с ними вместе... Конечно, мы же везде, когда мы куда-то организуем поездки, мы хотим увидеть что-то, мы не плывём просто, мы не ныряем для того, чтобы просто нырнуть, мы ныряем, чтобы что-то увидеть в первую очередь. То есть мы охотимся за крупной, охотимся глазами за крупной рыбой, животными, да, то есть киты, акулы, мы выбираем те места, где много акул, где много рыбы, где какой-то красивый коралловый сад. То есть эта организация выбирает прям места, изучает, смотрит, сезонность выбирает, есть там что-то, будет. Потому что вот у нас есть был случай такой интересный, мы полетели в Оман и полетели на китов. И мы знали, что нам позвонили, нам сказали с этого дайв-центра, что вот этот сезон китов мы знаем, мы построили видео в Ютубе. И мы прилетаем туда, и вода на 2 или 3 градуса повысилась, течения тёплые какие-то пришли, и киты все, соответственно, уплыли. И мы всю неделю плавали, китов не видели. И было слишком некомфортно? Комфортно было плавать, потому что вода была тёплая. Для вас? Для нас, для китов некомфортно, да, их не было, они уплыли, мы их не видели. Ну, мы видели много другого интересного, кораллы, рыбы, акулы. Ну, а мы вот про акулы чуть-чуть, я хочу позже, я хочу, чтобы мы сейчас вот завершили по поводу требований к дайвингу, да. Экзамен. Вы сказали уже, обучение может длиться, допустим, там, несколько недель, 2-3 недели, да, то есть погружение в бассейн, вот это, а потом уже в открытой воде, как мы говорили. Три дня теории, три дня практики, если я не ошибаюсь. Даже так? Да, да, да. И потом экзамены. Потом экзамен, да. То есть, и экзамен сдается, я так понимаю, один в бассейне, другой в открытой воде. Сдается письменный экзамен обязательно, где ты сдаешь теорию, да, ты проходишь... Все опять как на вождение. Да, все как на вождение, все просто, экстремальный вид, поэтому надо все, отнестись к этому. Да, наверное, вот эти знаки правильно... Там много, да, знаки, давление, то есть ты сдаешь контрольные, там их несколько, и после того, как ты сдал теорию, ты уже переходишь к бассейну. В бассейне, получается, тебе уже с тобой работает инструктор тет-а-тет, и он тебе показывает, объясняет и ныряет, ныряешь. То, что ты теорию, ты уже пробуешь на практике. Это в бассейн тоже три дня. А потом, для того, чтобы получить вот этот сам сертификат, да, open water, то ты уже должен нырнуть в открытой воде. Раньше они когда-то давно делали это в Днестре, но в Днестре некомфортно нырять, видимость плохая, течение, вода холодная чаще. Поэтому они стали эти экзамены выезжать, то есть в Египет, и там сдают. Там ты погружаешься, последнее. Потому что все-таки от бассейна, бассейн ограничен глубиной, это три метра. В бассейне нет течения, нет рыбы, да. То есть ты должен на последнем, получается, экзамене в открытой воде, ты должен погрузиться на хотя бы 10-15 метров, посмотреть, как ты себя чувствуешь на большой глубине. Ты должен попасть в какое-то небольшое течение, посмотреть, вот как вода, как ты продуваешь уши. То есть для тебя это полезно. Вот вы упомянули Днестр. Вот скажите, пожалуйста, существует ведь разница между погружением в море либо в океан и в реку? Вот она существует принципиально? Нет, принципиально не существует. Ну соленая вода, разная плотность, но ты опять же это не чувствуешь. Нет принципиальной разницы в температуре, может быть, реки обычно холоднее, но так нет. Мы в реках не погружались, мы погружались в сенотах, это пещеры. Подводные пещеры, вот в Мексике их очень много, и вот там есть такой пещер-кейф-дайвинг, и ты погружаешься в пещерах, и плывешь в пещерах с фонариками, и там вот идет по дну канат специальный направляющий, чтобы не потеряться, потому что много ответвлений есть в пещере. Вот, и там пресная вода. В таких веках, ну в реках я не погружался. У меня нет практики, но ребята погружались, разницы нет. В принципе одинаковые, вода везде, вода, одинаковые принципы. Но что людей может, например, привлекать в погружении в реку? Потому что только, наверное, охота? Охота, да, охота на... У нас в Днестре это охота на самов с ружьем. То есть есть ли ребята, кто погружается, да? Я слышал, что есть ребята. Я не имею таких друзей, но я слышал, что есть ребята, которые погружаются, да, с аквалангами, полностью оборудованием для того, чтобы охотиться на самов. Есть, которые без погружаются на фридайве. Ага, просто ныряют. Да, да, просто ныряют. У нас же есть еще гидигич. Гидигич. Скажите, пожалуйста, какие наиболее частые ошибки совершают новички в дайвинге? Наиболее частые ошибки, скорее всего, это... Они есть у всех абсолютно, эти ошибки. Но есть какие-то такие стандартные? Стандартные... Вот прям самое стандартное, это неправильное дыхание. Но это не ошибка, это... Нету практики. Да, это только приходит к тебе с практикой. Потому что все новички обычно всплывают раньше всех. Ты еще плывешь полчаса после, новички уже всплывают и поверху уже плавают. Это такая распространенная. И, наверное, вода в маску, продувать уши им тяжело. Это тоже практика. Это тоже... Ты знаешь, что тебе нужно продувать. Даже у нас, когда мы уже погружаемся столько раз... Ну и у нас бывает такая ситуация. То есть на корабле ветер тебе дует уши, у тебя чуть-чуть начинается какой-то воспалительный процесс, такой легкий, да? И ты уже при погружении, у тебя уже тяжело продувается, да? То есть некоторые начинают через силу продувать и идут дальше вниз. Это прям очень плохо для ушей барабанных перепонок. Когда ты уже понимаешь, знаешь, ты поднимаешься чуть-чуть выше, продуваешься. У тебя это проходит, и ты идешь дальше. То есть уши, наверное, воздух и ничего не трогать. Во, главная ошибка – это ничего не трогать под водой. Новички всегда хотят что-то потрогать. А это требование такое, если ничего не трогать? Нету прям... Рекомендации. Сейчас меня, может быть, отругает наш инструктор, но я не помню, есть ли такое требование в... По-моему, есть такое требование в сертификации. То есть правило – ничего не трогай под водой. И тебя тоже ничего не трогать. Вот просто плыви, смотри, наблюдай, ничего не трогай. Ни рыбок, ни кораллы, ни черепаху, ничего. Ни тем более акулу. Про кол мы поговорим в следующей части нашей программы после рекламы. А вот я хотел еще по поводу оборудования. Да. Как говорится, цена вопроса. Это очень, насколько я предполагаю, дорогое оборудование. И как поступают? Либо его покупают, либо его берут в аренду. Вот, я так понимаю, существует два варианта. Да. Вот расскажите, пожалуйста, плюсы и минусы в обоих случаях. Чаще всего, когда ты начинаешь этим заниматься, ты берешь это в аренду. Потому что это, во-первых, дешевле. Во-вторых, нужно время понять, будешь ты этим заниматься. Будет тебе это так привлекать. И покупать. Есть, конечно, случаи, когда люди приходят в дайвинг, сразу покупают все оборудование, ныряют пару раз. И потом на трех девятках… Включая яхту. Да, да. Для того, чтобы не арендовать ее. И на трех девятках потом это оборудование продается. Вообще, все оборудование дается в аренду. Желательно иметь свой вот этот вот октопус, которым мы дышим, да. Вот желательно хотя бы его купить. Но даже и это сдается в аренду, они промывают. То есть это с гигиенической точки зрения. С гигиенической точки зрения, да. Ну, есть люди, которые брезгуют, есть, которые не брезгуют. Это все обрабатывается, это все промывается, конечно. Нет вопросов. Но кому-то это неприятно, да. Но если это отпустить, то все оборудование берешь в аренду. Это стоит недорого. Это обычно входит в пакет, который… Вы можете приблизительные цены назвать? Да, могу. Допустим, в Египет на неделю, каждый год организуются, два раза в год они организуются, в пределах от 900 до 1000 евро, недельное, где входит все с перелетами, с отелем, с погружениями, со всеми парковыми сборами. И это включая оборудование? Плюс-минус, да. Там 100-150 евро оборудование в зависимости, да. Если прям совсем ничего нет, то, наверное, еще это где-то будет 1000-1100. Если хоть что-то есть, там, ну, каждое оборудование стоит каких-то денег. Ну, если ты ныряешь, опять же, в нашем клубе и приходишь у них курсы, то они, вот на этот первый, на первую поездку, когда ты должен сдать, тебе оборудование дается бесплатно. То есть, а дальше ты уже выбираешь покупать себе свое, брать в оборудование. В каждом дайв-центре оборудование сдается в аренду. Ну, наверное, не очень удобно возить с собой оборудование. Ну, то есть, если долго в поездку куда-нибудь на какие-то Галапаговские острова там или, я не знаю, еще куда-нибудь там на Тихий океан, то есть это, ну, я предполагаю просто, я задаю такие глупые вопросы. Да, плюс своего оборудования, то, что ты в нем всегда уверен, оно подходит тебе по размеру, и ты уже с ним нырял, ты знаешь, какая кнопка, где что нажимает, за что отвечает, потому что оборудование не по размеру, это большая проблема под водой. Если ты не знаешь, как им особо пользоваться, потому что у тебя другое жилет, а там чуть-чуть по-другому работает, это тоже некомфортно. То есть, конечно, оборудование, плюс свое оборудование ты моешь, обслуживаешь, отдаешь на чистку, это безопасность твоя, и ты в нем, как вот парашютисты. Точно такой же у них пример, да, то есть парашютист, можно на арендованном прыгать, когда его кто-то другой собрал, ну, хорошо, но когда ты сам собрал и уверен 100%, как будто бы комфортнее прыгать. Точно так же у дайверов. На своем оборудовании, он у тебя комфортно сидит, ты ныряешь, все хорошо. Мы сейчас уйдем на рекламу, а после рекламы мы будем уже говорить про акул. Наверное, эту тему многим интересно послушать. Не переключайтесь. Мы вернулись после рекламной паузы в студию. Напомню, что на канале Н4 вы смотрите ток-шоу «Без галстуков» с Александром Сахурским. Сегодня мы говорим о дайвинге, о мире под водой. И если вы по какой-то причине не посмотрели первые две части этой программы и, наверное, желаете заняться этим очень увлекательным, насколько я понимаю, из рассказа моего гостя, занятием, то вы можете это сделать либо на Фейсбуке, сейчас идет прямая трансляция, либо потом, через несколько часов после нашей программы, на YouTube-канале Н4. Дмитрий, про безопасность погружения. Вы несколько раз говорили про продувание ушей, так называемый термин, да, существует, и по поводу того, что необходимо учитывать вот эти временные параметры в зависимости от того, как мы погружаемся, с кем мы погружаемся. Вот я наверняка предполагаю, что многие слышали и задаются вопросы. Вот есть такое понятие «кисонная болезнь». Да, то есть это, если я не ошибаюсь, очень резкое либо погружение, либо очень резкое всплытие, в результате чего могут быть нанесены очень серьезные травмы вплоть до летального исхода организма, потому что давление резко меняется. Это как вот, опять же, если мы будем сейчас проводить параллели с авиационной тех, значит, то, что под водой, то, что в небе, тоже резкие перепады давления, это, условно, очень серьезная нагрузка на организм. Вот расскажите о вот этих вот страхах, условно говоря, кессонной болезни. Как человеку, который погружается, этого избежать? Как понять, что ему надо погружаться быстрее, медленнее? Потому что вот эти все нюансы, они, ну, я так понимаю, те, кто в эту сферу желает, в буквальном смысле, окунуться, очень серьезно беспокоят. На самом деле все просто, если так сказать. У нас у всех должен быть компьютер, да? То есть мы перед погружением либо берем… И у вас компьютер сейчас уже. Да, да, да. Мы берем либо в аренду, либо кто хочет, покупает. Есть специальный дайверский компьютер, который следит за всеми показателями. За глубиной, за временем прохождения глубины. То есть чтобы избежать кессонной болезни, когда, как вы говорите. То есть есть показатели, которые нельзя нарушать. То есть это на определенной глубине, время, либо вот эти вот быстрые всплытия, быстрые погружения. Для этого компьютер нам показывает. Это обычные часы, которые имеют большое количество датчиков, которые просто показывают нам, как нам погружаться, с какой скоростью, на какую глубину, сколько мы-то можем просидеть на той глубине, как быстро мы должны всплывать. Потому что вот если мы быстро всплываем, он начинает пищать, да? То есть он пищит, показывает, что ты быстро остановись, быстро всплываешь. То есть на сегодняшний день, вот раньше это было прям тяжело. Ты должен был, когда, наверное, не было еще компьютеров. Я даже не знаю, как эти люди… Ну, на часах есть метки специально, вот… Да, и были метки. Но это надо было постоянно контролировать, прям высчитывать под водой. То есть таблицы на суше, они таблицы делали специальные. Но сейчас это все очень просто. Компьютер полностью следит, полностью дает тебе всю информацию. Тебе просто надо контролировать это время. И я правильно понимаю, что компьютер у каждого? Да, абсолютно у каждого. Без компьютера… То есть это не у инструктора? Это правило. Ты без компьютера не погружаешься. Если у тебя нет компьютера, ты не погружаешься в этой компании, под воду, с этим инструктором. Он тебе не допустит погружения. Потому что, ну, это правило погружения. То есть ты должен взять его в аренду и погрузиться только с компьютером. Как минимум, когда мы всплываем, мы делаем на пяти метрах остановку безопасности. Оно так называется, остановка безопасности. Это мы на пяти метрах три минуты должны просто отстояться, замереть. А вот давайте вот простую такую ситуацию споделируем. Значит, обычно у нас к какой глубину погружения происходит? До 35 метров. 35-40 метров? Да, это сертификат, насколько я понимаю. Вот для того, чтобы с нулевой точки поверхности воды на глубину 40 метров нырнуть, сколько требуется времени, соответственно, вот по этим всем показателям постепенного погружения? Сколько это происходит? Это, опять же, можно быстро компьютер будет включать. Не, ну, как бы вот правильно. Плюс-минус три минуты, две минуты. То есть, и на определенных глубинах вы должны остановиться, да? Вот, например, вот за эти 40 метров, когда вы погружаетесь, вы должны на каком-то промежутке времени несколько раз остановиться? Я правильно понимаю? Остановиться вы, когда мы погружаемся, останавливаетесь, вы сами решаете, на какой глубине. А, то есть, из проблем. Да, только при всплытии, только при всплытии вам прям компьютер, опять же, в зависимости от глубины, говорит, на какой глубине надо остановиться и сколько. Он может показать на 15 метрах, если вы очень глубоко погрузились, и когда вы всплываете, он на 15 метрах может сказать вам, постой, здесь 30 секунд, и начинается отсчет обратный 30 секунд. И ты должен на 15 метров 30 секунд дождаться, и компьютер потом тебе говорит, все, можешь дальше всплывать. Ты всплываешь дальше, и он на 5 метров тебе говорит, 3 минуты, это обязательно, вот это правило, на 5 метрах 3 минуты нужно отстоять. Это для того, чтобы весь азот вышел из крови, чтобы не было декомпрессионной болезни. Вот это и вот как раз кисунной болезни. Да, то есть компьютер полностью обезопасивает, надо просто следить за ним и контролировать, все. Нет, сегодня не надо обладать какими-то суперзнаниями, способностями. Есть помощники. Гаджеты помогают нам во всем. Все, гаджеты. Ну, у нас в последней части программы будут вам несколько вопросов от гаджета, искусственных интеллектов. Скажите, вот вы уже сказали в первой части, если не ошибаюсь, нашей беседы, что вы не сталкивались с какими-то такими опасными ситуациями, да, вот, при погружениях своих? Сталкивались с опасными ситуациями, это сильные течения, которые возникают, они непредсказуемы, скажем так, да, мы вот погружаемся, течение же зависит от приливов, отливов, там, и мы погружаемся, течение должно быть не сильное, да, и мы в это время плывем, и мы можем попасть в какое-то сильное течение. Вот у нас был, конечно, в Индонезии такой пример, когда мы попали в сильное течение, а они еще есть такие течения, не которые просто вот тебе вперед-назад, они есть вверх-вниз, да, когда ты вот плывешь, течение может тебя подхватить, исходящее, и вверх тебе, или нисходящее, или вниз тебе давить, а ты его не чувствуешь, ты его не видишь под водой, его невозможно увидеть, его можно только ощутить, либо по компьютеру, либо по ушам опять же, потому что тебе начинают болеть уши. А то есть ты не видишь явно своего передвижения в пространстве, тебя просто уносит, да? Да, тебя просто уносит, либо ты видишь, если рядом риф, ты видишь, что тебя уносит, либо ты начинаешь чувствовать, что у тебя болят уши, и ты не понимаешь, ты смотришь на часы, а ты начинаешь погружаться, а ты для этого ничего не делаешь, то есть это течение. А есть еще такие, они самые опасные течения, это как wash-машины называются, они такие круговые, когда тебя начинают... Как стиральная машина, да? Да, 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 тебе начинают болтать, и ты теряешься в пространстве и не понимаешь. Но опять же, есть на тех же самых курсах, ты приходишь, как этого избежать, как из них выйти, как не паниковать. И делаешь эти все вещи и не паникуешь. То есть ты просто должен плыть в какую-то, успокоиться и плыть в какую-то сторону. Чаще всего люди начинают бороться с течением, уставать, паниковать, и вот это и является самой большой проблемой. А если ты знаешь, что течение ничего страшного, оно буквально 2-3 метра потом заканчивается, оно небольшое, то ты просто плывешь, из него выплываешь, и оно проходит, и все. Ну, наверное, если вы делаете эти групповые погружения, один, в первую очередь, инструктор, либо бадди, либо, значит, другие, так сказать, ваши друзья, коллеги, они видят, что с человеком что-то происходит. Конечно, да. Может быть, они просто это каким-то образом... Для этого и нужен бадди. Это твой партнер под водой, который должен быть, и вы должны постоянно друг друга контролировать, должны постоянно с ним быть на, как минимум, в визуальной связи. Это обязательно. Плывете вы в 2-3 метрах, тоже нельзя там... Это все правила, которые прописаны, которые ты, опять же, изучаешь на курсах, и надо их выполнять обязательно. Потому что вот эти 2-3 метра, это все, не дай богу, закончился воздух, или что-то случилось с оборудованием. Ты на одном вздохе доплывешь до него, возьмешь у него автобус и сможешь дальше дышать. Или он увидит, сможет тебе подплыть и дать тебе воздух. Либо увидишь, что у тебя там что-то отстегнулось, травит воздух, и он придет, закрутит, поможет тебе как-то это сбежать. Да, ну да, это ты не можешь самостоятельно... Поправить, да, ты не можешь достать, поправить, что-то там сделать, этого нужен бадди. Плюс он контролирует твое время, твой воздух, то есть, опять же, если он более опытный, ты неопытный. А ты его контролируешь. И ты его, да. То есть, мы наверху делаем бадди-чек, это когда мы друг друга проверяем, правильно оделся, открыл ли воздух. Потому что очень часто, опять же, возвращаемся к первой теме, у новичков такая ошибка. Они могут нырнуть и не открыть баллон. А баллон ты сам должен открыть, ты должен сам свой баллон проверить. Окей, команда тебе открывает баллон, да. Но эта команда местных инструкторов все может быть. Открыла, не забыла. Поэтому обязательно ты должен проверить сам свой баллон. Открытый, не открытый. И вот они не проверяют, ныряют, а у них нет воздуха. Это небольшая проблема, потому что они не сразу падают вниз. Мы, когда погружаемся, мы еще наверху находимся. То есть, они чувствуют и открывают им бадди. Но вот бадди-партнеры, они наверху открывают баллон и проверяют, как ты хорошо застегнулся везде. Поправляют все шланги, смотрят, все ли подкреплено. Друг друга проверяете, все нормально. Вы сказали, все нормально друг другу. Вы прыгаете под водой, вы плывете вместе. И вот этот вот контроль всегда рядом, он очень полезен. И ты чувствуешь, что это безопасность. Если что, то мой бадди рядом, я могу всегда у него попросить помощи. Или он может увидеть и помочь мне. То есть, это важно, это правило. Ты не можешь, вот это про то, что я говорил, соло-дайвинг. Ты не можешь нырнуть один и плыть куда-то непонятно куда. Мы всегда плывем по какому-то плану. Мы всегда плывем в группе. В этой группе всегда ты с кем-то в бадди. Всегда есть инструктора, который плывет сзади либо впереди. А иногда и сзади, и впереди. Которые тоже контролируют всю группу, если что-то надо помочь. Иногда бывает у инструктора в запасной баллон, если у кого-то что-то случилось, чтобы он мог подключить. То есть, вообще это безопасный вид. Если правильно подойти, серьезно подойти, это очень безопасный, комфортный вид хобби. Хобби, назовем я. Ну, и вот сейчас мы подошли к теме, которая наверняка многих интересует. И у многих вызывает, наверное, страх и трепет. Это погружение специально, чтобы посмотреть на подводный мир, а в первую очередь на акул. Ну, расскажите мне, пожалуйста, про ваш опыт погружения в тех местах, где акулы. Вот вас специально инструктируют, каким образом себя вести именно с акулами. Потому что акула, ну, и визуально это один из самых красивейших, так сказать, существ природы. Грациозных. Да, и это уникальное, конечно, существо, с моей точки зрения. Наверное, не только, безусловно. Но и очень опасный для многих, потому что с акулами очень много связано. Есть инструкции у вас, с какими акулами, как себя вести? И вас, наверное, специально, я так понимаю, на какие-то точки привозят, где они находятся, если вы хотите их увидеть. Потому что ради чего нырять? И ради этого тоже. Ради этого тоже. Расскажите, пожалуйста, об этом. Каких-то правил, как себя вести прямо со всеми или с разными видами акул? Нет. Есть правило, что ты должен спокойно находиться под водой. Как и с собаками. Если акула, ни в коем случае, к ней резко не приближаться, не от нее резко не уплывать, не убегать. Изначально нужно сказать, что мы не являемся рационом акулы. То есть акулы, ну, вот эти вот все случаи, когда акулы нападали на людей, это когда акулы либо голодные, либо какие-то, ну, это ненормальные случаи. Мы ныряем в заповедниках, где много рыбы, где акулы сытые. Соответственно, когда акула сытая, она безопасная, потому что ее человек не интересует как пища. Она любит рыбу. Нас она не любит. Конечно же, когда рыбы нету, где рыболовный промысл очень активно развит, где реально, ну, нету рыбы, да, то есть эти акулы, они там голодные, дикие, нападают на все, что движется. Как дикая собака буквально. Да, как дикая собака, все правильно. Мы выбираем все-таки заповедники и ныряем всегда в заповедниках, там, либо ЮНЕСКО, либо местного назначения. И там большое количество рыбы, там акулы, скажем так, сытые, и их мы не интересуем. Поэтому, когда мы с ними плаваем, они, вот, вот как вы идете по дороге, вы видите диких собак, да, где-то там 20-30 метров. Они себе там ходят возле дороги, занимаются какой-то своей, да, жизнью. Вот так же самое и под водой. Она плавает, мы ныряем в те места, где много акул, чтобы на них посмотреть. Мы погружаемся, садимся условно на дно и ждем. Или они уже приплывают, или они уже там есть. И вот они просто плавают. Они могут подплыть, там, 5 метров, бывало и ближе, просто вот проплыть мимо, да, но они не подплывают прямо близко, и они не выглядят агрессивно. Она ведет себя спокойно под водой. То есть акула тоже, когда она хочет напасть, да, или она в каком-то состоянии агрессивном, она по-другому себе ведет. Это тоже, вот, как и с собакой аналогия. Ты замечаешь вот эти повадки. То есть самое главное правило — спокойно себя вести, сидеть, за ними ни в коем случае не бежать, как есть ребята, которые там на камеру снимают, прямо бегут, чтобы ближе ее снять, плывут за ней под водой, чтобы ближе ее снять. И даже в этом случае акулы всегда уплывают. Они боятся людей. Ну, мы не встречали. Я встречал массу акул, сотни акул под водой. Ну, есть там силки, шарк, которые... И нам сразу инструктора предупреждают, что эти акулы любопытные. Они могут подплыть близко. Они сразу на брифинге говорят, что это акула. Не переживайте, она может подплыть там два метра и перед тобой резко развернуться и уплыть. У вас были такие ситуации? Да, у нас были. Да, даже на видео где-то есть такая ситуация, где акула подплывает к нашему дайверу метров двух, и перед ним просто резко разворачивается и уплывает в сторону. Ну, мы знали. Конечно, в любом случае, это всегда... Нет, я этого в прошлый раз не видел. Да, это невкусно. Нет, всегда это, конечно, волнительно, всегда это чуть-чуть страшно. Но... Есть специальные, вот так называемые, как мы говорили в начале, сафари на акул? Да. Да, есть специальные сафари на акул. Это в таких точках в мире массы. Это и Мальдивы, это и Галапагосы, это и Африка. Это прям чуть ли не в каждом, практически, наверное, в каждом море-океане есть дайв-места, дайв-споты, где есть скопление акул, где акулы приходят, где акулы живут. То есть, ну... Они туда приходят почему? Их специально подкармливают там? Есть места, где подкармливают. То есть у нас есть такой шарк-фидинг называется, это когда ты погружаешься на дно и... С собой у тебя... Нет, у тебя как раз не с собой. Сверху с лодки местные начинают высыпать останки рыб и тушки рыб, с кровью, да. Начинают, и ты вот это смотришь. А, и это фактически возле тебя? Да, это все где-то в пределах 10 метров от тебя, и собирается большая стая акул разных абсолютно видов, больших и маленьких, и начинает это все активно такой, суп из акул называется, начинает это все активно поедать, прям бурлит все. И ты на это наблюдаешь. Это один из видов тоже есть такого... То есть вокруг тебя вот такой вот хоровод... Ну, он чаще всего не вокруг, а впереди, потому что вокруг... То есть вы ничем не защищены? Нет, не защищены. Но мы их не интересуем, опять же, они пришли на рыбу, они пришли на кормлежку. Ага. Есть другой вид дайвинга с акулами, это когда ты погружаешься, где акулы обидают в этой среде, да, то есть местные инструктора знают, что они там всегда есть, они там живут, это их зона обитария, да. И ты просто вот туда плывешь под водой, ложишься или садишься на дно и ждешь. И они подплывают там через какое-то небольшое время, минуты, две, три до пяти минут они подплывают. То есть если их нет, то мы плывем дальше, искать их дальше. Вот, есть где люди, вот в Мексике у нас был такой интересный, такой погружение интересное, где мы погружались на бычью акулу. Она считается одной из такой самых опасных, агрессивных акул. Агрессивно. Агрессивно, где мы погружались, они вот в это место каждый год приплывают с беременной самки рожать. И вот дайв-центр, он знает это место, они знают в какой период, и у них, соответственно, эта точка есть. Ты погружаешься, на дне уже такой прибит большой толстый канат, потому что там течение. Ты держишься, ложишься на дно, держишься за этот канат, впереди местный инструктор, весь одет в кольчуге. То есть это один из видов таких погружений с акулами. Весь одет полностью в кольчуге металлической, и у него сетка с рыбой, и он прямо кормит с руки эту акулу. И она проплывает мимо нас, подплывает к нему, берет рыбу, кушает, опять делает круг, подплывает. То есть это такое, как в цирк люди ходят. Шоу такое, да. Надо посмотреть на животных. Вот так же самое мы... Лев такой. Ныряем, да. То есть разные. Есть, где кормят акул, да, а есть, где они в дикой природе. И ты их просто наблюдаешь со стороны, как они живут в своем мире. А может случиться так, что внезапное столкновение с акулой, то есть вы вообще не предполагали, что здесь они будут, они появились? Или обычно это все-таки все идет... Мы их наоборот всегда ищем. Мы наоборот всегда ныряем, чтобы найти как можно больше акул, как можно крупнее. Они прячутся, думают, как эти дайверы нас задолбали. Но на самом-то деле они не хотят сконтактировать с людьми. Тут опять эти папарацци. Да, да, да. Они, когда мы погружаемся, они стараются отплывать. То есть мы... Поэтому мы сидим на дне, мы не двигаемся, мы не бежим. Как только кто-то начинает за ними плыть, они уплывают в синенькую, и ты потерял акулу, и ты ничего не видишь. Ты можешь сидеть полдайвинга и ничего не видеть. Ну, рыбки. На какое расстояние вообще нормально видно? Я понимаю, что это зависит, наверное, от воды. Ну, вот, например, вот дайвер опустился, значит, и вот такое нормальное, комфортное расстояние, где он может нормально разглядеть там рыб. Видимость. Видимость, да, под водой. Ну, комфортное, конечно, там от 10 метров, когда уже видимость 10 метров и дальше. Тебе комфортно, ты уже видишь все. Потому что бывает там, когда много планктона, и у тебя видимость, может, 3-4 метра, это некомфортно, потому что, ну, ты ограничен вот этой зоной, и ты больше ничего не видишь. Соответственно, если там дальше какая-то живность, акулы, рыбки, кораллы, ты их уже не видишь. И, соответственно, некомфортно нырять в таких условиях. Мы тоже, пап, ты не можешь предсказать, какая видимость под водой. И она на разных глубинах может быть разная, в зависимости, опять же, от течения, от планктона. И поэтому, ну, есть плюс. Там, где много планктона, там бывают киты, китовые акулы. Они приходят туда кушать, и можно увидеть это в такой видимости, другую живность. Ну, вот я как раз хотел спросить, кроме акул, потому что, если не каждый, как говорится, любитель дайвинга, будущий, возможно, может себе побороть чувство фобии в отношении акул, на что еще можно посмотреть? Вот действительно, вот что вас, например, впечатлило, да, в этом подводном мире, кроме акул? Понятно, что это отдельная такая тема. На самом-то деле, да, акула-то, это, наверное, когда ты уже много лет ныряешь, и тебе интересно, и ты уже привыкаешь. Но дайвинг интересен больше, наверное, к своим коралловым рифам, вот этим миром, цветом. Вот ты под водой видишь такие цвета, которые на суше ты не увидишь. Вот эти ярко-ядовитые такие, желтые, оранжевые. Вся гамма, да. Да, вся гамма. Эти кораллы бывают мягкие, прям такие, как волосы, бывают жесткие, бывают мозговые кораллы, они прям похожи, как на мозг, да. Их такое количество, и они все цветные, они все разные и по виду, и по плотности. То есть, и в них живут, самое главное, что в них живут очень много рыбок, маленьких рыбок разных цветов, разных размеров, с какими-то там яркими пятнышками, или просто какая-то ярко-синяя, такая вот прямо ядовито-синевого цвета. И ты вот, конечно, мы начали про акул, акул это интересно, но это не постоянно, да, то есть там где-то есть акула, где-то нету, или где-то ты ее увидел, 10 минут она уплыла, все. Мы же не сидим на месте, на дне и просто ждем. Мы плывем всегда практически, мы сидим 5-10 минут максимум в одном месте, потом мы плывем дальше. И вот чаще всего, конечно, мы наблюдаем за коралловым рифом, за рыбами, за стаями рыб, когда, может, вот просто ты плывешь, и огромная стая каких-то желтых, у нас есть видео, где желтых рыб, там тысячи этих рыб просто плывут, и они тебя не боятся. И они проплывают вот с тобой на расстоянии метра-полтора, и ты прямо эту стаю рассекаешь, и они вокруг тебя начинают плыть. Ну, то есть в дайвинге много всего интересного, там другой мир, там другие правила, там другие краски, там вообще другая жизнь. Ну, вот мы скоро уйдем на рекламу, и, в принципе, я еще раз хочу подчеркнуть мысль, которую вы до этого уже сказали, что если все делать правильно, то это абсолютно безопасно. И человек, который этим занимается, он просто от этого получает удовольствие, наслаждение. Главное — соблюдать инструкции, основные вот эти постулаты безопасности. Ничего руками не трогать, следить за временем, за требованиями инструктора на погружение, ну и, в принципе, не погружаться в тех местах, где это запрещено, либо где нет вот этих вот специальных дайвинговых центров, где специально в современном мире тебе дают полную возможность обеспечения. Ну и не связываться, конечно, с шарлатанами, я так фигурально говорю, это на каком-нибудь пляже, у тебя есть желание попробовать, лучше все все-таки начинать. Нежелательно. Ну, потому что это все, как вы сказали уже в начале нашей беседы, что это может плохо закончить, да, и человек просто, у него будет отторжение от того, чем он занижается. Отторжение и страха, да. Да. А сейчас мы уходим на короткую рекламу, после этого у нас последняя часть нашей программы, мы будем говорить про искусственный интеллект уже с нашим гостем. Не переключайся. Мы вернулись после рекламной паузы в студии, у нас последняя часть нашей, на мой взгляд, очень интересная беседа, мы говорим про дайвинг с моим другом, моим гостем, прошу прощения, предпринимателем, да, Дмитрием Волдошиным. Дмитрий, вот у меня такой вопрос, а вот как вообще оценить повышение роста профессионализма человека, вот именно вот в этом виде, это же не спорт, это вот… Нет, это не спорт, если при дайвинг это еще ближе к спорту, то дайвинг это больше увлечение, хобби. Увлечение, вот как вот профессионализм, как растет у человека, соревнований здесь нет, насколько я понимаю, никаких. Это только сертификации, обучение, и самое главное, это количество погружения. А то есть каждое погружение у человека отмечается в каком-то документе, да? Такая, называется «Логбук», это такая книжка, где ты записываешь все показатели погружения. То есть это показатели и технические, там глубина, сколько температуры воды, какой у тебя был жилет, то есть там прям большой список. Даже так? Да, но это по желанию, это нету такого, что ты обязан это. Но это было бы хорошо… Просто типы этих жилетов существуют, поэтому… Да, жилеты есть разные по толщине. Есть сухие полностью, где вода не проникает абсолютно над цит. А мы сейчас говорим об этом так называемом гидрокостюме? Гидрокостюме, да. Ага, в простонародье, я по-простому говорю для нас. Да, да, да. То есть гидрокостюм. Скажите, а вот как раз интересный вопрос, это как раз вопрос, наверное, оборудования, то, что мы в предыдущей части говорили. Вот гидрокостюм, погружение в нем и без него, в чем принципиальная разница, насколько важно или не важно вот в нем погружаться? Гидрокостюм нужен только при холодной воде. Это когда? Какая температура приблизительно? Вы знаете, у каждого своя. У нас есть ребята-дайверы, которые мы одеваем, то есть есть там тройка, пятерка, семерка. Это в миллиметрах гидрокостюм. Толщина. Толщина в миллиметрах, да. Это неопрен, который тебя защищает. В принципе, он тебя больше греет, либо защищает от каких-то, если ты нечаянно зацепил коралл, а он какой-то, ну, ядовитый нельзя сказать, у него есть, то есть он потом будет... Да, выделяется. Да, чтобы вот не обезопаситься, ты гидрокостюм для этого одеваешь. Либо от холодной воды, либо чтобы... или обезопаситься. И вот у нас есть такие случаи, когда дайверы в 24 градуса, вода, я одеваю гидрокостюм тройку, либо пятерку, да, в зависимости там тоже. Ты сам выбираешь, ты сам решаешь, как тебе комфортно. А есть, которые вот просто в плавках и в маечках ныряют. Или вообще просто в плавках на голое тело и в 23 градуса ныряют. Ну, каждый чувствует воду по-своему. Поэтому гидрокостюм нужен... Подождите, но, насколько я понимаю, 23 градуса, это как на пляже человек вышел поплавать, вода прогрета. Чем мы глубже погружение осуществляем, тем вода... Градус падает, но не сильно падает, да, он падает на 1-2 градуса. На 1-2 градуса, да. То есть на глубине 35 градусов, 35 метров, допустим, там уже... Индивидуально. Может быть, вода, если на поверхности 28, да, внизу может быть 27. Ну, на тех же 35 градусах 27-26 градусов. То есть очень незначительно. Хотя этот 1 градус, он чувствуется. А бывает такое, что на поверхности воды может быть 28 градусов, а внизу 23, потому что холодное течение. И такое бывает. То есть это непредсказуемо. Мы просто начинаем подниматься и вылазить из холодной воды, потому что мы неправильно оделись. Ага. Потому что мы оделись по 28. То есть это одежда, которую ты одеваешь, чтобы не замерзнуть под водой. Все, каждый выбирается индивидуально. Если он комфортно себя чувствует в 24 градуса в тоненьком костюме, он ныряет в тоненьком костюме. Если человек замерзает, вот он такой, мерзнет в холодной воде всегда, он одевает потолще себе костюм. Каждый выбирает. Инструктор ему рекомендует, какой предпочтительный был костюм в этой воде. Каждый выбирает сам. То есть эти костюмы, я так понимаю, также сдаются в аренду? Они также сдаются в аренду. Конечно, лучше иметь свой. Но это абсолютно не проблема, если ты взял в аренду. Просто надо правильно подобрать размер. Подобрать размер. Чтобы не было каких-то пространств, вода не попадала, холодная вода попадает, и ты начинаешь опять замерзать. Окей, тело нагревает буквально быстро эту воду, но все равно это некомфортно. Некомфортно. Да. Вот по поводу чем дышать. Я просто забыл, мы говорили об этом. Вот как все говорят, в аквалангах кислород. Да. Но кроме этого есть еще какой-то новый вид, современный. Да. Если я не ошибаюсь. Это современный, это найтракс смесь. Найтракс. Найтракс называется. Это смесь в обычный нам баллон забивает, ну, такое выражение. Да, забивает. Забивает воздух, да, обычный воздух. Вот прямо с улицы просто фильтрует. А в найтракс там идет уже смесь. Там идет больше кислорода, меньше азота. И что это дает? Это дает то, что ты при погружении, сейчас мне будет инструктор мой ругать, потому что я еще не сдал тот сертификат. Ага, ага, ага. Вам по желанию просто. То есть это дает то, что когда ты погружаешься длительный период, допустим, неделю по три раза, это у тебя получается 18 погружений за неделю. На обычном воздухе, который все ныряют, да, у тебя начинается скапливаться в крови азот, и ты чувствуешь усталость на третий, четвертый. Опять же, индивидуально у каждого человека на какой-то день ты начинаешь чувствовать усталость. Вот прямо усталость, как будто, не знаю, вот тренировался три дня подряд, и на четвертый прям и мышцы, и суставы чуть-чуть. Ломит. Да, ломит. А когда ты ныряешь на найтракси, на вот этой смеси, у тебя нету этого накопления. У тебя азот быстрее выветривается из крови, и у тебя нету этого накопления, и, соответственно, у тебя нету этой усталости. И легче проходит эта неделя. Поэтому, конечно же, дайверы опытные, которые сдали этот сертификат, стараются на этот сертификат, стараются нарядить на найтракси, чтобы просто для комфорта. Разница только в комфорте, чтобы ты не уставал, не чувствовал усталость. Вы уже несколько раз упомянули про строгого инструктора, который следит за нашим выпуском. А скажите, вот сдача этого сертификата, на найтракс этот, это пожелание, либо это следующий этап в профессионализме дайвера? Это пожелание. Что оно дает тогда? Оно тебе дает возможность нырять, когда ты приезжаешь на этот сафари, на корабль. Там есть два вида баллона. А мне, пожалуйста, вот этот баллон. Если у тебя есть сертификат, ты сдал этот курс, ты берешь тот баллон. Если ты не сдал, ты ныряешь на обычном воздухе. Вот вся разница. Конечно же, комфортнее нырять на найтракси. Вот я об этом задумываюсь уже долгое время. Я его сдам. Буквально в ближайшее время. Но там, я так понимаю, трудностей никаких нет? Нет, там трудностей нет. Надо чуть-чуть времени и желания. Просто это не является какой-то проблемой для ныряния или для дайвера. Поэтому это просто индивидуально. Хочешь, ныряй, просто чуть-чуть легче тебе будет. Я ныряю на воздухе, я не особо чувствую вот эту усталость. И я никогда не давал этому сильного значения. Ну, в последнее время смотрю, что большинство начинает нырять на найтракси. Да, переходить на найтракс. Большинство кораблей имеет найтракс. И я задумываюсь о том, что, наверное, я тоже перейду на найтракс. А вообще, как часто необходимо нырять, чтобы поддерживать свою, ну, я не знаю, не сказать профессиональную форму? Ну, вот в любом случае, дайверские навыки, наверное, как это правильно сказать. Это как на велосипеде. Если один раз научился, то ты через 10 лет сядешь, ты вспомнишь быстро. Но, конечно, не знаю, индивидуально, опять же, каждый как запоминает. Раз в год, раз в два года. Конечно, это надо поддерживать. Потому что ты сам себе собираешь оборудование. Ты сам закручиваешь все эти шланги, жилеты. Ты все это подключаешь. Это надо помнить, знать. Первое время, когда я сдал на сертификат, я первый год или два даже, я приезжал на следующий сафари, допустим, с разницей в полгода в год. И я прям даже иногда чуть-чуть забывал. Я подсматривал у своих коллег, как они, какой шланг закручивают, куда. Ну, первое время, да, надо привыкнуть к этому, чтобы не забыть. А потом у тебя на автомате. Ты знаешь, что это только туда. Там все просто на самом-то деле. Расскажите, пожалуйста, про места погружения. Вот где вы были вообще? И вот что наибольшее впечатление на вас произвело? Я так понимаю, что все равно вы ездите определенной командой из Молдовы. Там вот видео у нас, мы с вами разговариваем, а видео показывает команду, с кем вы погружаетесь, молдавский флаг. Но все равно есть какие-то места, которые, ну, не знаю, у каждого предпочтение больше, может быть. Чем они интересны? Вот расскажите, вот, так сказать, давайте еще больше окунем наших потенциальных дайверов в эту атмосферу. Самые комфортные и самые хорошие места, это как где теплая вода. Но есть один минус в теплой воде, что в теплой воде может быть мало рыбы, мало живности. Потому что не все подводные обитатели любят теплую воду. Но они же не тепловодные. Да, но есть такое хорошее место в Индийском океане, недалеко от Мальдив, где большое скопление количества подводной живности. То есть там есть все практически, что можно увидеть. Раньше мы летали в какую-то страну, чтобы увидеть акулу, в ту страну, чтобы увидеть рыбу Мола-Мола. Выбирали. Но вот в Индийском океане он очень богатый. У него есть место, где ты прилетаешь, ныряешь, и ты видишь там прямо, ну, ты закрываешь кучу дайв-сайтов по всему миру в одном месте. И плюс еще большой – это теплая вода. Потому что в теплой воде ты ныряешь в тоненьком костюме, в комфортной воде. Соответственно, твой дайвинг может быть вот эти полтора часа, которые рассказывал. Потому что в холодной воде ты не хочешь сидеть. Даже 40 минут для тебя уже такое… Ты замерзаешь в любом случае. В любом случае замерзаешь через 40-50 минут. Поэтому, конечно, когда у тебя все комфортно, и еще и при этом у тебя красивая панорама, то вот это вот самое, наверное, лучшее место. Но зато есть места, где в холодной воде ты можешь увидеть вот тех же самых китов. То есть туда вот ты плывешь, ты знаешь, что надо одеться, что надо этих 40 минут в холодной воде потерпеть. Но зато ты увидишь китов, и увидишь их там только, и больше нигде не увидишь. Все индивидуально, все зависит от чего ты хочешь от дайвинга. Есть, которые любят еще более экстремальный. Есть люди, которые погружаются вообще в Арктике. В Арктике. Да, на белуки всего, и на тех же китов. Но это прям, наверное, такой… Прям совсем индивидуальный. Экстрим, экстрим, да. Там специальное оборудование должно быть. И одежда уже совсем другая. Там уже сухой костюм, который не проникает полностью, воду не пропускает. Не пропускает, да. Они под костюм одевают прямо свитера, прямо штаны теплые. То есть там совсем другая подготовка. Но это тоже интересно. Это возможно… Все на любителя. Все на любителя. Ну, когда-нибудь попробуй это. Есть в планах. У меня есть рубрика. Называется «Вопросы от чата GPT». И сегодня вам искусственный интеллект будет задавать вопросы в стиле Жака Ив Кусто. Значит, одного из разработчиков Акваланга и одного из самых, не знаю, известных, популяризаторов и исследователей морских глубин. Да. Итак, вопрос номер один. Что вас вдохновляет в безмолвном мире подводных глубин? И как вы стремитесь раскрыть его тайны? Вдохновляет вот то, что под водой совсем другая жизнь. Это абсолютно другой мир. И наблюдать со стороны за этим. И видеть, как вообще там все происходит по-другому в соотношении с сушей. И видеть вот все… Как устроена природа. Как взаимодействуют между собой разные виды рыб. Мелкие, крупные. Как у них иерархия работает. Когда крупная рыба приходит, мелкая, всегда… То есть вот эти все вещи, цветовая гамма, которую я вам рассказывал, разновидностей всяких кораллов. Это все очень вдохновляет, очень сильно вызывает интерес. И по поводу тайн, наверное, когда ты наблюдаешь, как ведет себя та же самая акула. Или когда ты подплываешь к мягкому кораллу, где живет рыбка-клоун. Да, вот из мультика Немо. Мы все смотрели, дети нашли этот мультик. И вот она живет в корале, анимо называется. И она живет, и рядышком две маленькие ее рыбки, да, то есть ее… Дети. Дети, назовем их так, да. И как она их защищает, да. То есть ты подплываешь так пальчиками, играешься с ней, и она прям выплывает, начинает с тобой бороться. То есть она может там и даже за палец щипнуть, потому что она защищает. И вот ты видишь вот эти все секреты, это прям залипаешь. Можно пять минут залипнуть вот возле этого анимона и смотреть, как они живут, как они общаются. Это очень интересно. Сейчас вот вопрос, наверное, похожий. Какие открытия и сюрпризы вам преподнесла жизнь под водой, которые оставили вот неизгладимый вслед в вашем сердце? Так прям он поэтически немножко задал вопрос. Да, неизгладимый вслед прям. Ну, наверное, я избавился от страха акул, да, потому что я когда нырял, первый раз полетел, я так, как и все люди, боялся акул. Я их до сих пор как бы боюсь на поверхности. Но под водой вот я избавился от страха. Я понял, что они на самом-то деле очень красивые, грациозные и интересные существа. Плюс неизгладимый вслед – это путешествия. Я вижу очень много разных стран. Я общаюсь с очень большим количеством людей, которые так же, как и я, заинтересованы этим занятием. Это какая-то атмосфера создается. По вечерам мы на этом же корабле садимся и обсуждаем, кто что видел, как взаимодействовал. То есть вот эта вся атмосфера, она очень ценна, она на меня очень влияет. Мне нравится это. Какое место в океане стало для вас самым загадочным? Голопогосские острова, где… Это заповедник ЮНЕСКО, где сконцентрировано самое большое количество подводной живности. Флора и фауна, как говорится. Флора и фауна, да, которая приплывает туда для размножения. Флора и фауна, где ты ныряешь, где ты видишь рядом и пингвинов, и акул, и скатов. И там вот прям количество поражает. И только там ты можешь увидеть такое. Вместе всех, всех вместе и всех рядом. Вот так вот. И котики морские вокруг тебя плавают. То есть вот такое уникальное место. Но сейчас вот явно вопрос в силе Жака Евкусто. Какие меры предосторожности вы считаете наиболее важными, чтобы сберечь этот хрупкий подводный мир? Ничего не трогать под водой. Потому что все-таки, когда мы трогаем, мы оставляем свой след, так сказать. След, да, получается. У нас есть у каждого свой, не знаю, на пальцах какой-то, не знаю, жир. То есть мы оставляем его, и это всегда вредит. То есть те же черепахи, у них это место становится темным пятном, и оно потом не возвращается. То есть ничего не трогать, не выбрасывать пластик, потому что мы видели эти километры пластика. Вот я как раз хотел спросить. Да, да, да. Мы видели этих черепах, которые перевернуты, уже мертвые, из-за того, что они съели пластик и просто вздулись. А много вообще вот этого вот негатива с точки зрения загрязнения природы плавает? Я понимаю, что вы в заповедных зонах, где по всей вероятности есть меры предосторожности, плаваете, но все больше и больше говорится об этом. На самом деле зависит от региона. Вот в Индонезии мы были, там видно, что это у них не развито, и там прям много пластика, много мусора в воде. А в других странах люди уже, вот эта культура, зеленая культура, назовем ее, да, когда люди стараются уже природу ценить, она развита. И там нету этого всего. То есть, опять же, страна от страны отличается. В Африке очень много грязных пляжей и грязного, под водой очень много мусора, потому что люди не, у них нет, вот это для них нормально. А в каких-то более развитых странах они уже это, их уже видно учат с детства, у них есть эта культура, и они уже не выбрасывают, и ты, соответственно, не можешь. Нету этого всего под водой. Какие из морских обитателей произвели на вас наибольшее впечатление? Ну, уже кроме акулной. Да, я понял. Мурены. Мурены? Мурена, да. Это такая подводная, назовем ее, змея, потому что тяжело будет объяснить. В фильмах ее часто вот, кстати. Да, использовать любят, как страшилку. Страшилку. Но она на самом деле выглядит очень неприятно, у нее такие зубы, вечно открытый рот, и она так всегда... На барракуду очень такая у нее морда похожа. Да, вот. Они до сих пор, я их не очень визуально люблю, я подальше всегда от нее держусь. Они же длинные очень. Да, и бывает, по-моему, до трех метров, я точно не могу сказать, но да, они бывают очень длинные прямо. Вот. Они на меня производят впечатление, анимоны, эти рыбки-клоуны, да, которые маленькие, где можно с ними просто поиграться. И есть еще такой рак, называется богомол, креветка богомол. Она небольшая, и она очень яркая, она прямо ярких, таких как радуга цветов. И она своим ударом разламывает кораллы, раков, крабов. Какой часть ее? На задней части вот у нее она ударяет и разламывает. Нет, извиняюсь, не задняя, у нее впереди такие как лапки есть, она ими ударяет и вот разламывает. Они просто очень цветные, яркие-яркие под водой, и они очень шустрые. И ты их иногда ловишь, ну, не ловишь, а взглядом нашел ее, и если не спугнуть, можно посмотреть, и она прям красивая. А быстро передвигается? Быстро передвигается, да, они такие прям молниеносные. Кальмары. Кальмар очень красивый. Восьминоги просто замечательное создание. Они меняют цвета, они прячутся. У нас были такие дайвсайты, где мы проплывали, и много было, но мы их не видели, никого из них. Только некоторые из дайверов. Ты видел, ты видел, ты видел, я их не видел. Ученые говорят, что одни из самых умных существ. Умных, да. Эти цветы прямо исчезают. И ты смотришь, ты понимаешь, что он здесь сидит, но ты его не видишь. Он сразу же уже сливается с средой. Сливается полностью, да. Вот эти подводные миры очень привлекают. Что, по вашему мнению, должно быть сделано для сохранения морских экосистем для будущих поколений? Обучать детей с детства, что, наверное, загрязнять океаны – это плохо, выбрасывать мусор, пластик, вообще что-то выбрасывать в океан – это плохо. То, что я говорил, наверное, ничего под водой не трогать, не пытаться вытащить. Наверное, это основные правила, которые больше не навредят океану. Ну, я не буду уже говорить, там, ловить, не ловить рыб, это уже каждый индивидуально. У нас осталось буквально 2-3 минуты до завершения. Вот я хочу уже, как говорится, вернуться в нашу родную Молдову. Как вы видите будущее молдавского дайвинга? Такой расширенный вопрос. С каждым годом количество дайверов растет. А сколько сейчас, например? Это в Федерации или… Да, это в Федерации. Я, честно говоря, не знаю количество. Ну, приблизительно. Там больше 300 дайверов уже в Молдове у нас. Но есть активные, есть неактивные. Там из активных, наверное, там человек 50-70, которые… То есть это те, кто регулярно… Да, да, кто регулярно, каждый год, минимум один раз в год. Наверное, даже около 100 человек, которые каждый год… У вас такое свое комьюнити такое? Свое комьюнити. Мы встречаемся на плов, на шашлыки, приезжаем, когда организуем какие-то мероприятия, где мы обмениваемся все эмоциями, кто что видел. Это на самом деле интересно. Плюс люди все сами по себе интересны. Дайвинг – это… Вы правильно сказали, это не самое дешевое удовольствие. И, соответственно, там определенная каста людей, с которыми ты общаешься, находишь общие связи. Это может тебе помочь и в работе, и просто в дружеских целях. Ну да, есть такие, как говорится, хобби, которые людей объединяют по интересам. Ты, соответственно, с ними можешь в этой среде уже… Ну и, в принципе, и сфера такая экстремальная. То есть здесь уже риски возрастают для здоровья, для жизни. И, соответственно, если ты с этим человеком… Это у Высоцкого «Парня в горы, тяни, рискни». Да, вот, как говорится, то есть если мы говорим именно о зоне риска, то, соответственно, ты этому человеку должен уже доверить даже свою жизнь периодически, наверное. То есть это вот не только бади, я так понимаю, есть же, ну, фигурально, есть еще и группа людей, потому что от ошибки какого-то одного человека может что-то произойти. Ну, здесь, наверное, не так это сильно, в принципе, но все равно вы вместе в комьюнити, например, плавать на какой-нибудь, я не знаю, как это сказать, катере, несколько дней в море для того, чтобы каждый день опускаться, вы все равно должны в каком-то сообществе быть. Есть один кейс. Как раз мы недавно были на Коста-Рика и вспомнил. И мы отплыли, нас не предупредили, мы отплыли от суши, и нам сказал капитан, что в семь дней не будет связи. Мы отплывали от суши на остров Кокос. И нам сказали, что вот без связи семь дней, абсолютно без любой связи, просто не будет. Вот у вас есть еще 30 минут, пока связь пропадет, позвоните родным, скажите, что все нормально, предупредите их все. И вот это про комьюнити, когда мы семь дней на корабле, мы еще первых два дня чуть-чуть там фотографии в телефонах, в гаджетах полазили немножко. И насколько вот потом нам было интересно, когда мы с утра до вечера, мы общались, мы играли в какие-то там шахматы, в шашки, читали книги. Мы занимались такими вещами, которые обычно, когда у нас есть связь интернет, мы ими не занимаемся. То есть это очень классно объединило вот этих вот людей без связи. Мы прям были в восторге. Отлично. Дмитрий, спасибо вам, что вы сегодня пришли ко мне в гости. Я думаю, что многим было интересно. И вы, наверное, кого-то обязательно заразили этим интересным видом хобби, дайвингом. В гостях у меня был предприниматель Дмитрий Алдошин. Всего доброго, хороших вам выходных, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин